Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа «Вести Карачаева Черкесия». С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Организм по-разному реагирует на вирус. Еще более опасным считается последствия перенесенной болезни. Главный врач республиканской больницы обратилась к населению. Как бизнесу получить субсидию? Правительство утвердило программу господдержки малого и среднего бизнеса из-за пандемии. Неведомственная охрана у большинства эти слова ассоциируется с надежной защитой имущества. О работе универсальных солдат наш репортаж. Продолжается вакцинация против коронавируса. Медики напоминают, чтобы обезопасить себя и своих близких, нужно прививаться. Исполняющий обязанности главного врача Фатима Салпагарова обращается к населению с просьбой поверить в то, что это действительно страшно. Перед нашими глазами мелькает человеческая жизнь. Организм по-разному реагирует на вирус. Еще более опасными считаются последствия перенесенной болезни. На сегодняшний день в стране для граждан старше 18 лет применяется 5 зарегистрированных препаратов. В составе этих вакцин нет живых коронавирусов. Поэтому они не опасны в плане заражения или распространения инфекции среди окружающих. Вакцинацию проводят все поликлиники и амбулатории. Прежде чем сделать прививку, пациента осматривает доктор. На сегодняшний день мое личное глубокое убеждение, что вакцинироваться надо. И не только вакцинироваться, но и не забывать о том, что через 6 месяцев после первой вакцинации нужно обязательно выполнить ревакцинацию. На сегодняшний день в нашей стране доступны несколько видов вакцин. Такого нет ни в одной стране мира. На сегодняшний день мы в этом отношении находимся в самом благоприятном положении, что вакцины есть, их достаточно, они бесплатны. Созданы огромное количество пунктов вакцинации, куда любой человек может пойти в удобное для себя время и получить эту вакцину. Решение вакцинации многим дается не так просто, но все равно больше тех людей, кто желает сделать прививку. И темпы вакцинации с каждым днем увеличиваются. Я как-то, как, наверное, и многие. Я где-то не верила, где-то не хотела и так далее. Наверное, человек так создан, что когда видишь близких, родных, когда заболевает старшая дочь, младшая, старшая в очень тяжелом состоянии. Ребята, я этого, это просто тот, кто это не ощущал, это невозможно. И если нам объясняют о том, что привиться, это не значит, чтобы не заболеть, а заболеть, но в легкой форме, это спасение. Поэтому я с радостью пошла и привилась. Если мы будем все вместе и все это сделаем, то я считаю, что мы победим. Почу еще обратиться ко всем жителям нашей Карачаевой Черкисии, что вы даже не представляете, когда первый раз я привилась, было такое ощущение, а как я перенесу, а будут ли какие-то симптомы и так далее. И когда это было почти никак, а вторая еще легче, появляется уверенность. Но уверенность не потому, что ходи куда хочешь, делай что-то. Нет, нет, соблюдать надо. Но уверенность в том, опять я подчеркиваю, что ты, если ты заболеешь, ты легко ее перенесешь. Так что прививайтесь, пожалуйста. И далее о погоде на выходные. После мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 1 ноября появилась новая субсидия о поддержке пострадавших от коронавируса отраслей. Заявление принимают налоговые органы. В перечень попали физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование. Причем как для детей, так и для взрослых. Кинотеатры, стоматология, салоны красоты и не только. Подробные условия, как получить субсидию, можно посмотреть на сайте налоговой службы. 116 налогоплательщиков в Карачево-Черкесии уже представили свои заявления. До 15 декабря можно подать заявку, а выплачивать субсидию начинают с 15 ноября и до конца года. Претендовать на получение субсидий могут организации и индивидуальные предприниматели, которые на 10 июля этого года входят в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства или социально ориентированные некоммерческие организации. Также необходимо входить в перечень наиболее пострадавших отраслей по АКВЭД. Например, это у нас парикмахерские, салоны красоты, грузовые перевозки, стоматологические услуги и так далее. Полный перечень указан в постановлении правительства Российской Федерации от 7 сентября 2021 года. Номер постановления 1513. В неведомственной охране у большинства эти слова ассоциируются с надежной защитой имущества. Квартир, домов, дач, а также магазинов, офисов и различных учреждений. В нашей постоянной рубрике «В гостях у Росгвардии» Фатима Даурова расскажет о работе универсальных солдат в неведомственной охране Карачаевска, которые привыкли по роду службы оперативно и, главное, эффективно действовать по ситуации. Доброе утро! Сегодня в рубрике «В гостях у Росгвардии» мы приехали в город Карачаевск, в отдел вневедомственной охраны, чтобы рассказать о специфике работы этого подразделения. «В гостях у Росгвардии» «Приняло, всё нормально». Вот уже 15 лет Галина работает диспетчером пункта централизованной охраны, являющейся структурным подразделением вневедомственной охраны. Здесь осуществляется охрана всех объектов с помощью наблюдения и обеспечивается оперативный выезд групп задержания на объект при поступлении с него извещений о срабатывании сигнализации. За годы службы Галина довела до автоматизма свои навыки, ведь в такой работе секунды решает исход дела. Когда начинала работать, как бы это всё боязно, всё-таки ответственная работа, поэтому... А сейчас уже 15 лет всё-таки срок, и сейчас как-то не сжимается сердце, что ты боишься. Боишься за ребят, когда выезжают на объект, или тревожная кнопка, когда срабатывает. Вот единственное, так... А когда они возвращаются, и всё хорошо, что вы чувствуете? Облегчение, естественно, слава Богу, что всё хорошо. Вернулись ребята, вот и всё. Патрульные автомобили с символикой вневедомственной охраны регулярно можно встретить на улицах города. А при поступлении сигнала тревога сохраняемого объекта тотчас жемчатся на место происшествия, обескураживая злоумышленников своей оперативностью. Маршруты патрулирования экипажей разрабатываются с таким расчётом, чтобы к самому отдалённому объекту, находящемуся под охраной, патрульный наряд мог прибыть в течение 3-5 минут. Охраняемых объектов у нас 62. Из них три объекта. Это физическая охрана и 37 мест проживания, хранения имущества граждан. Все объекты оснащены охранно-пожарной сигнализацией, охранной сигнализацией и кнопкой интервью сигнализации. У нас 12 объектов образовательной системы, это 6 детских садиков и 6 школьных учреждений. Также на территории Карачаевска у нас охраняется один университет, два колледжа. Эффективность работы службы вневедомственной охраны с каждым годом привлекает всё больше граждан к сотрудничеству. По словам росгвардейцев, желающих заключить договор становится больше. Желающие уже сдать под охрану своё имущество, места хранения имущества, квартиры, дома, частные дома уже больше, чем раньше. Сейчас уже более люди открытые, более доверяют. И поступает очень много заявлений. И начальник ПЦУ у нас, который непосредственно этим занимается, регистрирует и дальше уже занимается материалами. Профессионализм и универсальность сотрудников вневедомственной охраны вытачиваются, что называется, в бою. Им часто приходится принимать оперативные решения, действовать по ситуации, поэтому к кандидатам на службу в подразделения предъявляются повышенные требования. Они должны обладать стрессоустойчивостью, иметь хорошую физподготовку, уметь быстро принимать решения и профессионально ориентироваться в сложившейся ситуации. Универсальные солдаты, которые всегда зримо и незримо рядом с нами и готовы в любой ситуации прийти на помощь. Это все, что мы успели вам рассказать сегодня. Ждите наших следующих визитов в Росгвардию. Военно-патриотическое воспитание молодежи является одним из приоритетных направлений работы Совета ветеранов и Общественного совета МВД России в Зеленчугске. Накануне своего профессионального праздника, Дня сотрудников органов внутренних дел, члены Общественного совета провели ряд встреч и уроков мужества в школах Зеленчугского района, где ученикам рассказывали о жизни и героизме героя Советского Союза Ивана Меркулова и героя России Дугербия Узенова, которые в свое время служили в органах внутренних дел. На примере таких простых людей, как Меркулов Иван Петрович, который сержант милиции, который во время войны и майор милиции, ветеран Узенов Дугербий Танаевич, который, когда работая в органах, когда напал фашист на нашу страну, они оружием в руках пошли защищать свою родину. После войны Дугербий Танаевич долгие годы работал в органах внутренних дел, боролся с преступностью и, как Меркулов Иван Петрович, был примером для подражания молодых сотрудников гражданской молодежи. Они оба внести большой вклад в укрепление дружбы между народами нашей многонациональной Карачаево-Черкесской республики. Ярмарка камчатской рыбы снова в Черкесске. По традиции представлен широкий ассортимент свежей, качественной морской рыбы и деликатесов. Светлана Шаганова расскажет подробнее. Осенью организму особенно необходимы полезные и качественные жиры. Поэтому специалисты по питанию советуют включать в рацион жирную рыбу. А купить настоящую, вкусную и ароматную можно на ярмарке. Рыбаки камчатки привезли огромный ассортимент свежей рыбки. И вот она на прилавке во всей своей красе царица лососевых – чавыча. Самая красивая и самая вкусная – это чавыча царица лососевых. Также есть кижуч на сегодняшний день, есть кита, есть горбуша, есть палтус. Палтус считается самая жирная рыба, но она самая полезная и самая диетическая, потому что она хорошо усваивается у нас в организме. Есть белорыбеца, это северная рыба. Она тоже очень вкусная, тоже полезная. Одна из самых деликатесных рыб – палтус. Его особо ценят любители вкусной и полезной еды. Посмотрите, какой у нас палтус на сегодняшний день. Просто шикарнейший палтус. Постоянный гость на наших столах – сельдь. Она является хорошим источником нескольких минералов, включая железо, цинк, фосфор, калий. Самые ценные источники омега-3 – это жирные сорта рыбы. И поэтому рыбка на ярмарке – то, что надо. Ну и, конечно, красная королева – икра. Можно продегустировать и выбрать по вкусу. Принято считать, что у самой вкусной икры должны быть самые большие икринки. И вот они перед вами. Кстати, укрепляет иммунитет. Большой выбор консервов, кальмары, мидии. Ярмарка рыбной продукции будет работать до конца недели в Центре развития предпринимателя на Горького-8. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Крачаево, Черкесия. На этом сегодня выпуск Вести подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова